Вот с точки зрения Соединенных Штатов Америки, в России началась оранжевая революция или интервенция. И началась она приблизительно месяц назад. С какого момента? С момента запуска решений по Санкт-Петербургу в выборах. Объясняю. Уже понятно, что американцы начинают атаку на Россию с удара по Санкт-Петербургу. То есть первый удар будет оттуда. В сентябре месяце во время выборов губернатора. То есть не хотят поставить там своего губернатора? Нет. Им не нужен свой губернатор. Им нужна Россия, а не какой-то там Санкт-Петербург. Они рассчитали, что в Санкт-Петербурге более слабая позиция, уязвимое место. Любое наступление идет там, где слабее. Почему слабее? Потому что традиционно оппозиционный город. Если баланс оппозиции в Москве где-то процентов 30, то в Питере где-то под 40 потенциальный. Расстановка сил, либеральные взгляды и так далее. Традиция. Ну Питер же город трех революций. Это не случайно. Он более западный, я бы сказал. Менталитет формируется определенный. Там лучше крепче позиции, как бы сказать, крепче плацдарм, база. Во-вторых, символический крупный город. Город Путина. То есть это удар по Путину через Питер. Это как удар по России через Украину. И американцы это понимают. И недели две-три назад посол США проводил закрытую встречу в одном из театров в Москве, где он открыто и сказал, что первый удар мы нанесем в Питере в сентябре во время выборов. Дальше уже пошло. Я знаю, там продавливает, американцы через пятую колонну продавливают, чтобы там была Дмитриева. Скажите, а что значит удар? В чем это будет выражаться? То есть фактически Майдан будет в Питере? Начнется? Нет, это начинается раскачка. Понимаете, когда мы говорим об оранжевой интервенции, вот говорят оранжевой революции. Это же, ну, правильнее сказать, интервенция. То есть революция как бы внутри процесса, а интервенция извне процесса. То это форма вторжения. Вот как десант, как вторжение иностранных войск, допустим, военной обстановки. То есть это форма вторжения. И форма вторжения, как и любое вторжение, происходит там, где слабее, там, где лучше подготовлено. И американцы концентрируют свои силы под оранжевую интервенцию на определенных участках. У них тоже есть участки наступления. И они выбрали в качестве такого участка первого Санкт-Петербурга. И процесс запущен. Процесс поддавливается. То есть вообще вся эта история с досрочными выборами не в Питере, она не случайна. Идет поддавливание процесса. То есть с одной стороны пятая колонна в России подыгрывает как бы, а с другой стороны идет давление как бы через улицу. И вот это все совместные вещи. Они выбрали это слабое звено, относительно слабое. И начинают атаку здесь. Что это означает? Во-первых, дадут на питерские выборы денег сколько вообще сможет освоить все кандидаты. Естественно, кандидатам дают всем, кроме Полтавченко. То есть они получат предложение получить любое количество денег. Причем им не скажут меняйте идеологию, делайте что хотите. Вот вам просто мешки. Все, делайте что хотите. Это первый фактор. Второй фактор. Они направят в Питер ту подготовленную молодежь боевиков, которая подготовлена на Украине. Причем при необходимости выдадут им российские паспорта. Общий объем подготовленными американцами боевиков для России составляет от 50 до 100 тысяч человек. Теперь тысяч на базе Украины. Естественно, вы их ничем не отличите. Приходят люди, которые русские в чистом виде. Вы их не отличите. И такие люди в Питер приедут, поселятся на съемных квартирах в массовом числе. И их задача будет осуществить провокации. При необходимости вплоть до военных. То есть что это означает? Террористическая деятельность. Ну, как вы понимаете, для подготовленных американцами правого сектора, проблема с террористической деятельностью нет никакой. То есть у них нет, знаете, моральных ограничителей. Выдать им в Питере автоматы, чтобы они из машины кого-то обстреляли, вообще не проблема. Это вот эта компонента. 50-100 тысяч, это как бы мирная компонента. Ну, как мирная. Принеохранилась, взяли дубины и все. Это тоже не проблема. Параллельно, как бы, пятая колонна, которая подыгрывает. Что появление Дмитриева в Питере сегодняшней? Конечно, это работа пятой. Как и Навального в Москве в свое время. Это работа пятой колонны, которая работает через верхушку. То есть ее же продавливают сверху из Москвы. Это же не снизу. Снизу она барьер же не прошла. Но это как примеры. Потому что даже если ее, по какой-то причине она сойдет с дистанции, американцам есть кого заменить. То есть они начали нападение. Это прямой ответ на БРИКС, на создание антиамериканской коалиции освободительного движения мировых. На, если хотите, наступление на Украине, когда сейчас удалось отбить интервентов в Донецке и Луганске. Я говорю, в текущем ключе. То есть идет другая форма вторжения в Россию. Просто так военная, а это как бы не военная. Но это оранжевая интервенция. Она везде одинаковая. Тот же посол США, который в Россию сейчас назначен, он вообще специалист по этим революциям. Успешно. Он лично провел таких революций уже две. В Грузии и на Украине. Успешных. То есть замены президентов. Поэтому для него эта технология уже просто отработана. Даже лично для него. Вообще американцы 20 интервенций провели такого типа. Но он лично провел 3. И этот процесс. Именно они определили Питер как бы главную базу вторжения. Дальше задача воткнуть в Питер. Запустить там нестабильность. Раскачать ситуацию. Если удастся вытащить на второй тур ситуацию. Второй тур это просто вооруженное восстание будет. Это уже понятно. Если не будет второго тура, значит это будет мощное уличное давление. Провокации. Драки. То есть будет система дестабилизации. Это уже достаточно понятно и очевидно. То есть почему я говорю что. Вот вы можете даже в ролике поставить в заголовок. Оранжевая интервенция против России началась. То есть Евгений Алексеевич, правильно мы понимаем. Соединенные Штаты сделали ставку не на Москву в качестве протестов, внутренних протестов, а на Питер. Нет, они сделали ставку на ряд точек. Это Питер, Калининград. Но если в 2012 году они так массово через Москву пытались это все провести, то сейчас будут то же самое делать через Питер. Ну в принципе да. Можно сказать и то же самое. Но только с новыми технологиями. Ну новой технологией. Во-первых появился украинский фактор. Украинский фактор это 100 тысяч человек с промытыми мозгами. Это же пропаганда там сейчас работает, из людей делает зверей. То есть у них появилось усиление оппозиции. Вот если вы не обратили внимание, знаете, вот у нас люди сейчас смотрят и многие радуются победам на Украине. Там нет побед. То есть там есть оптические успехи, там нет побед. Еще полгода назад рядом с нами была ну хотя бы нейтральная страна. Сейчас рядом с нами страна, в которой больше 40 миллионов населения абсолютно военно-враждебная Россия. Какая же это победа? Причем с русским населением. То есть страна, которая может служить прекрасной базой, это полгода назад еще не было, прекрасной базой для вторжения в Россию оранжевых интервентов, да, то есть оранжевого типа современного. Это изменилось коренным образом баланс сил вокруг России. Мы получили гигантское поражение, вот в геополитическом смысле. То есть вчера у нас не было врага, сегодня у нас враг такой же как мы, мы сами. То есть мощное, по сути это победа пятой колонны в чистом виде. Вот у нас пятая колонна победила политически, она победила военным путем и дальше оттуда вторжение в Россию. Это очень сильное изменение ситуации. Когда было московские события, такого не было. То есть там были какие-то люди из Прибалтики, с той же Украины, со всего мира, но они были, не имели базы, базы вторжения. Сейчас у них гигантская база вторжения. Это принципиальное изменение другой ситуации. Это означает, что мы в Питере ожидаем, мы правда тоже получше готовы, чем тогда, но все равно это означает, что в Питере будет настоящая полномасштабная уличная битва. Не хочу сказать война, но это будет полномасштабная уличная битва. И мы можем об этом заранее сказать. И она будет уже в сентябре. Это не значит, что американцы там выиграют всю Россию. Но это означает, что они этой битвой создают плацдарм для уже вторжения в Москву в следующем году. То есть даже если они там проиграют, но все равно пошуметь, они там хорошо пошумят. Не, не, они конечно проиграют. Но надо знать политическую систему. Вот с точки формальной выборы губернатора, конечно, они не изберут там американца. Это понятно, да? Но их задача такой не стоит. Их задача запустить дестабилизацию. Это я уже могу заранее, если хотите, мы можем изложить 100 вещей, которые... Ну, например, они объявят, что выборы там фальсифицированы. Железно. Что бы ни произошло, вот что бы ни произошло, они объявят, что выборы фальсифицированы. Они организуют беспорядки, ссылаясь либо на это, либо на что-то другое. То есть уже их набор-то, он, поскольку это третья революция для посла успешная, то мы просто видим, что в предыдущих, ну, в том прохождении, то же самое будет. Это будет мощная работа пятой колонны. Это будет странное поведение милиционеров, полицейских в Питере. Странное поведение городских чиновников, глав районов, например, которые вдруг окажутся, будучи подчиненным губернатором, будут почему-то воевать против него. И это будет найдено, система следы и так далее. Прикрывать вот эти системы вторжения. То есть произойдет какая-то куча, набор совершенно странных историй. Но они странные истории, если прятать голову в песок, и как у нас это все время сегодня проводится, давит курс, что вот ничего не происходит. Что нет конкуренции, что ничего такого нет. А если это смотреть в конкурентном плане, мировая конкуренция, то будут совершенно логичные вещи. Происходит вторжение в Россию, цель уничтожения русского народа и государства. А дальше уже это вторжение разбивается на элементы этапа. И первый из них, этап, еще раз говорю, это Санкт-Петербург, это уже понятно. Именно поэтому, я думаю, что НОД объявит мобилизацию, программу поддержки нашего отделения в Санкт-Петербурге, НОДовская. Которое, конечно, сейчас будет подниматься на защиту своего города от иностранных интервентов. Это понятно. Елена Алексеевич, вот вы сказали, что и полиция начнет действовать. Странно. Как-то странно. Но понятно, что они действуют по приказу. Полиция разная. Какая-то странно, какая-то не странно. То есть, начнут появляться какие-то странности. Вот у вас... Как в Киеве они делали. Никто приказы не давал, например, наступать. Я вот к этому и клоню. Потому что в Киеве очень странно действовала полиция. В итоге, когда они уже решили плевать на приказы, было поздно. Неужели эта история никого не научит ничему? А вот давайте, Маша, ответим на ваш вопрос. Трагедия в Киеве произошла несколько месяцев назад. Она закончила с марта месяца. Хоть кто-то в России проводил анализ. Вот обратили внимание? Хоть кто-то. Хоть одно ток-шоу о проведении... Ну, я понятно. Я говорю про официальные ресурсы, средства массовой информации, власть. Нет, нет. Вообще. То есть, происходит гигантская катастрофа, результатом которой смерть десятков тысяч людей. И никого. Хоть одно ток-шоу по проведению анализа. Пускай ток-шоу, понятно, глупость. Но хоть ничего. То есть, очевидно абсолютно, что в России прикрывается анализ ситуации на Украине. То есть, он не пускается. Кем не пускается? Теми же, что готовят такой сценарий и в Москве, и в России. Понятно. И в Питере. То есть, пятой колонной во власти, которая достаточно имеет сил, чтобы заблокировать даже анализ этой ситуации. А нас блокируют информационно. То есть, мы-то анализ проводят, это очевидные вещи. Но нас же блокируют. Нас не пускают с этим анализом средства массовой информации. Наших активистов блокируют информационно. В регионах, когда они эти лозунги поднимают. То есть, не дают это даже обсуждать. Главное... Вот я хочу сейчас сказать, что такое главное в оранжевой интервенции. Главное в оранжевой интервенции не боевики. Главное в оранжевой интервенции технология работы пятой колонны во власти. То есть, как чиновники, генералы и другие бизнесмены, редакторы СМИ вдруг начинают менять свою позицию. Буквально в течение одного дня они разворачивают свою позицию и начинают проводить другую позицию. Не такую, как они проводили только что, и которую они обещали, например, какому-то сотруднику из правительства или еще откуда-то. Вот этот вот поворот. И технология подготовки этого поворота. То есть, как идут коммуникации, которые заставляют чиновника предать свою родину. В конкретный момент. В конкретном плане. И второй момент. План, который формируется в Соединенных Штатах Америки, и где 100 пунктов мелких предательств, совокупно приводящих к результату. То есть, чиновник, он же не выходит на главную прощу и не говорит, я предаю. Хотя на Украине это было. Вспомните историю с начальником пограничной службы, который заявил, что он собьет главнокомандующего, если тот не выполнит приказы США. То есть, там было и открытое предательство. Но большинство предательств, 99, все-таки было скрытое. То есть, например, ему нужно защищать какой-то объект генералу, а он не вышел. Говорит, я проспал. Ну, как бы, проспал, не поймешь. Ну, может, выговору ему объявят. Ну, то есть, вроде он предательства же не совершил. Но он вписан в план предательства. И его проспал, есть элемент этого плана. То он проспал в нужное время, в нужном месте. И это место и время было захвачено специально подготовленным отрядом, который знал, что он проспит. Понятно, да? Так вот, если грубо. То есть, вот эта технология. Ее никто не анализирует. Ее запрещено анализировать. А это значит, что ее запускают 100% у нас. Те же люди. Вот анализ этой технологии и есть метод борьбы с иноранжевыми интервентами. Анализ, которого не производится. И уж тем более к нему не готово ни общество, ни государственные чиновники, ни полиция, ни вообще никто. Раз его не анализируют, то, естественно, готовности нет. Если бы анализировали, была бы готовность, понимание. Что проспал не случайно. Что надо на всякий случай предупределить двух генералов. Один предаст, второй выйдет вовремя. Понимаете, да? Методы есть борьбы. Потому что обычный перевес-то сил есть. Поэтому очень важная компонента в этом предательстве – это скрытность технологии. Которая на самом деле не скрытная, она просто запрещена ее изучать и анализировать. Замалчивают. Сознательно замалчивают. И вот то, что ее замалчивают, мы и говорим, что как только начали замалчивать технологию иностранной интервенции на Украине, это означает, что в России готовится то же самое. Вот сам по себе факт замалчивания, есть первый этап подготовки. Какие еще города, кроме Питера? Удар будет по Питеру, но еще будет вспомогательный удар. Калининград, Дальний Восток, Кавказ через терроризм, Крым. Вот основные точки, которые американцы выбрали. Ну, Москва, конечно, попытаются тоже. Пытаются на Урале, кстати, сейчас. Они хорошую базу создали в Екатеринбурге. Американцы. Базу вторжения. И все это будет одновременно в сентябре? И все и будет согласовано, конечно. То есть это все... То есть не даст, допустим, силам, которые будут пытаться противостоять, и национально-освободительным силам сконцентрироваться в каком-то одном месте, чтобы задушить? Задача, чтобы национально-освободительные силы не стали системой. А силы-то есть, но они не имеют доступа к системе принятия решений в государстве. То есть там Путин, но решение это принимает не Путин, в государстве. Государство решение принимает чиновники второго эшелона. А эти чиновники второго эшелона управляются со стороны США технологически. Поэтому команды Путина, они просто не пропускают вниз. Мы это видим повсеместно. Та же диофшоризация, о которой мы только что говорили. Они просто не пропускают. Они напрямую работают на американцев. Эти чиновники как бы второго... Ну как, высшего эшелона и второго эшелона. То есть они через разные механизмы. Почему они на них работают? Потому что их американцы продвинули на эту кадровую должность. И подобрали, в том числе по взглядам. Либеральным, например, или каким-то. Потому что они интегрированы в систему, допустим, через угрозы и коррупцию. То есть они, допустим, имеются в отношении них компрометирующие материалы. Американцы им предоставляют индульгенцию. Защищают и прикрывают. И если они не будут обслуживать американцев, они сядут в тюрьму. Их в России поставят в тюрьму. Не только причем милиционеры в пятой колонии, но и честные милиционеры. Полицейские, понимаете? Потому что, а как, ему дали материал о коррупции. Дали материал о коррупции чиновника, он обязан его посадить. Да еще и денег дали, чтобы посадил. Ну что не посадить-то в такой ситуации? А вот сам материал по коррупции был основанием, чтобы этого чиновника на эту должность назначили. Понятно, да? Вот эти технологии. Дети за рубежом. Ну, представьте, арестовали ребенка за рубежом, например, в Лондоне на учебе. Это посильнее будет, чем арест замка. Потому что замок, конечно, жалко, но можно пережить. А вот арест ребенка, которому, допустим, угрожает, ну, если в Америке арестовали смертную казнь, там, если в Лондоне пожизненное заключение, это совсем другая история. Все это можно этого чиновника брать тепленьким. То есть, есть целый набор методов, с помощью которых идет вот эта работа. Они и есть главный элемент оранжевой революции. Не боевики, пускай их даже сто тысяч. Главный элемент оранжевой революции, пятая колонна во власти. Они будут дозированно предавать страну, поэтапно предавать страну по плану, разработанному в Соединенных Штатах Америки, ответственность за которую посол США Телботт. Задача, которую американцы ставят перед игрой игры вокруг выборов мэра Питера, запустить идеологему отработать свержение Путина. То есть, вот эту схему, по которой потом можно будет уже работать со всеми гражданами России, отработанную схему, отработанную на телевизор. В публичной сфере. И которая позволит уже в следующем этапе, это следующий год, или чуть позже возможно, уже поджечь всю страну. Поэтому это совершенно, это вот именно десант. Это десант и захват плацдарма. Это так военным языком. Потому что плацдарм, он не решает вопросов войны, но он решает вопрос подготовки уже к генеральному наступлению. Вот для этого и Питер. Поэтому очень серьезно мы рассматриваем ситуацию в Питере. Это не значит, что в Питере победят. Потому что такой задачи нет победить и сделать Питер свободный от Путина. Нет. Есть задача начать наступление через Питер. Понятно. Понятно.